ну что всем доброе утро привет мир я иногда злой говорит привет мире люди такие уже как-то не по себе когда эту фразу всю не слышь артем андреич у нас уже везде привет а некоторых передергивает а некоторых до сих пор передергивает от нашего привет мир ну что уж те поделаешь вот такие вот у нас сегодня глобальные планы как и всегда да ну да у нас сегодня надо закрыть вот эти фронты с этой стороны с той стороны утеплить с этой стороны примыкание где идет бревну бревна к пеноблоку также и снести пристроить внутри ну нет строили строили чтоб снести его да мы можем да вот для тех кому интересно было как выглядит все со стороны ну вот так вот и выглядит страшненько да согласна но когда-нибудь я надеюсь что здесь будет красиво давай артем андреич раздавая заказ наряда потому что на улице как бы погода нелетная ты в принципе справишься довольно таки быстро нужно взять паклю отвертку и вот с этой стороны начать затыкивать щели все приступил уже вот я уже там и уходит такой бачком 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 куда мы смысле запахли да у я уже думал ты там я проследилась еду я еду у вас я не знаю где твой выпил подожди у вас тоже такое вот когда вы выходите на улицу такой маленький ветерок без без остановки слезы льются и потом здесь такой след соленый то в общем здесь у нас ветерочек и я все время слезах да так что не говорит что я это плачу все нормально я ржу просто ветер да что ты на меня так смотришь я уже запахли иду я не ржу смеюсь тебе не кажется сегодня неспроста мы много ржом хорошая ржать пошли работать потом будем в конце рабочего дня знаете почему мы ржем потому что мы отдохнули парни до после того как я три дня там кто-то писал я за четыре дня справлюсь я за три дня справился видео кстати в следующий раз просто выкладываете что вы за 34 полчаса все сделали я отвертку нашла все нормально короче мы отдохнули один полтора дня и уже ржем все как обычно насколько нас хватит это и уже через три минуты такие докладные все таки запахли ну все погнали работать наконец таки ну все чик-чик и готова очень плотно забили мы сюда вот эту вот пакулю а здесь вот это вот с стороны будет пена с той стороны внутренней опять будет пакля и потом опять будет пена так все у нас осталось еще с той стороны так что я сейчас иду с той стороны все делать это шайка хулиганов куда-то собрались да собрались то они кстати на речку ходят купается там и теперь возвращается домой сами то есть они привыкли что мы зерно ими они теперь сами приходят как бы вы не уплыли до петуха я потом всегда надо быть на чеку ты чё там делаешь таки валят меня спряталась я ты мне ждал задание я работаю на тебя не видно прям вообще-то ну поэтому я спряталась от тебя знаешь у меня же это которая нет сюда надо табуретку здесь конечно очень противно у меня это фобия которая фобия какая которая клаус фобия клаус фобия дед морозов боишься нет ну серьезно здесь неудобно до веха запихиваться но смысле подниматься чтоб запихивать и здесь нужна табуретка потому что от бревна не получается здесь не на чем опираться и держаться ладно я тебя я тебя оставляю со своей фобией я пошел дальше вот ну все я выбралась из этой щели жуткое конечно место я еще боюсь замкнутых таких узких пространств прохивно было конечно ну хорошо что я уже на воле начинаю разбирать перестрой стройливые строили теперь начинаем разбирать тема сказал начинай ну я послушная начинаю утеплил часть фронтонов с этой стороны с этой стороны высота 300 миллиметров глубина соответственно 200 миллиметров с этой стороны валя затыкивала паклей я вот тоже здесь вот закрепил ее между пеноблоком и бревнами достаточно плотненько забил чтобы воздух сюда не заходил здесь сейчас надо закрепить ветрозащиту полоску вот эти вот нахлёст и сделать в эту сторону и сюда вот закрепить еще ветрозащиту защищая фронт от ветров чтобы сюда не задувал воздух и не попадал соответственно в перекрытие и дальше уже в помещении сама не так-то просто вот эти вот шурупы здесь от к вырывать мы видать тема их когда здесь закручивали закрутили прямо от души так что вот один с трудом тем не помогал еще выкрутили остальные не знаю сейчас наверно будем срезать постепенно решить что-нибудь на шестину надо разбирать она не разбирается как всегда все меняется когда приходит тему с болгаркой ну что испортил вагонку хотел сказать зато все спилил да я продолжу спасибо так и я не поняла что ты делаешь ты крестик делаешь чтобы за цены не крестик прорезь просто сделаю да и все и но вот я попробовал вот это сейчас видишь а нет не получается вот этот откручивается а вот этот нет сломался кто не открутится то сломается того тема спирит но это что ли нам поехали дороге вот на век раз таки посмотрел у него сзади вот этот вот кофт какой-то специально стоит может разравнивать дорогу серьезно интересно что это трактор там рядом с речкой делает бурьян собирает непонятненько кстати он там по-моему вчера или позавчера был с той стороны речка сегодня здесь дакова потом он не это не рядом с речкой не понимаю что-то происходит на что гуси опять выгнали с речку куда туда же на речку обратно тут у нас карава кроликов чё белка тебе теснят да арики вымахали большие надо их уже переселять это как-то вы вымахали вымахали значит выросли кать большие стали боится да эти нет а снежок еще больше боится да снежок вообще дик дикарь всех боится ну все дай покушать теперь грязный снежок рыжик привет большой крол на серии гладится нет боится пока валя здесь мне помогает с этим тоже забыл как называется фанера вот откручивает фанеры здесь внутри потеплее намного чем на улице да гораздо вот у осталось себе здесь так хорошо тоже показал я вам показал до фронты я там подшил теперь стой стороны покажу вот эту стену надо убрать да из подшить все снаружи чтобы здесь внутри тепло было и потом пленку пленка вагонка внутри там лаги короче все подальше по накатанный как обычно ну что я уже вторую часть утеплил фронт с левой стороны его осталось ветрозащита и закрыть этот утеплитель и вот подумать на вот расположением вот этого кабеля его скорее всего нужно провести в железной трубе но где он будет проходить пока не знаю то есть явно он здесь не будет я утеплился с но его можно будет потом вытащить этот провод идет в мастерскую там через автоматы в щитке соответственно потом идет глиночурку и беседку ну об этом я в другом видео объясню более подробно у нас уже вечер темно и продолжается эпопея с нашим старым пристроем как вы видели там стены обшиты были фанерой и вот я сейчас ее вытаскиваю на улицу восьмерка десятка вальха валя уже мне скинула видео что я могу из нее сделать кресло качалку то есть я так посмотрел ну вроде бы да можно ну посмотрим получится не получится в общем надо и убрать чтобы она ночью не стояла мало ли дождь пойдет с этой стороны также вот несколько листов стоит пока я здесь работаю валя пошла готовить пирог какой-то там пирог вкусный должен получиться у нее с мясом а вот а вот и обещанный пирог обещанный пирог ты посмотри какая красота надеюсь он очень вкусный так вкусно пахнет так ну что он там постоял немножечко в этом духовке а посмотри здесь там тем как булька и водичка сфокусировался не очень красиво но очень красиво но я думаю что он очень сочный и должно быть очень вкусно сынчик давай тарелочки я щас все разрежу горячего катя ооо хрустящий прям это как вкусно пахнет почему-то я тоже очень надеюсь что он очень вкусный давно у нас не было пирога как его вытащить отсюда чем я не знаю как его вытащить он натаскивается ну все должно быть вкусно кать ну как соня ты чё пробуешь идешь вкусно нормально ладно главный дегустатор на подходе как вкусно я сейчас подойду что ты делаешь это обязательная штука обязательно что ну вот так вот дело конечно чтобы там встряхнуть сейчас запеним маленького с этой стороны мы вчера вчера показывали что битком прям так хорошо так давай-ка работай камера битком сильно набили так что туда больше уже вот не лезет с той стороны сейчас с той стороны я еще не делала да здесь тоже эту стену не делала а там делала там уже хорошо с двух сторон запихала это потом еще обшиваться будет закроется просто все равно какая-то щель будет а пена это как закроет и надо вот еще деревяшка закрыть потому что птички у нас очень много птичек прилетело и они вот эту вот пену таскают ой смотри на крыше дома не на крыше дома на крыше дерево сейчас я их поснимаю вот они здесь сидят но к сожалению то что я снимаю сверху вниз они очень высоко сидят их не видно на их потом половлю они всякие разные красненький желтенький снегири в общем прилетели к нам у нас есть супер лайфхак у нас такая дверь у нас такая дверь нам дверь пока еще не привезли на улицу не было минут шесть я хотел сказать что мы заказали самую бюджетную дверь а вот это вот и вот это вот у нас такая дверь на в общем тема закрылась спаном меня чтоб туда все не дуло окна закрыли точно также здесь вот и за спаном и нормально на улице было минус шесть а там в пристрой тепло на удивление вообще ничего нигде не замерзло и все заметно теплее аккуратно еще упадешь так что вот вам лайфхак нету двери закрывайте покупайте изоспан не покупайте дверь она дорого стоит и за спан 30 копеек и замок не нужен да конечно поднял эту как он называется мы через несколько лет будем пересматривать эти видео и бум опять думать берите на вооружение провал в наши старые видео пересматриваем дом чего мы за придурки были купили этот дом а сейчас нормально ладно пристаем дело ты как все нормально такие такие дурачки не давайте я снимаю тебя видишь я как профессиональный фотограф с другой стороны пришла тебя снимать да вот это кстати запенил я чтобы с той стороны там ну забетонировать потому что кусок отвалился от камня от бывшего пристроя мой от бывшего фундамента старого дома англ обувь богу шпинить а я зови вот таким вот образом если вдруг там не оставались какие-то фили теперь на разбухонька все закроют правильно но и самое важное вот это вот досочка здесь вот так вот закрыть потому что птички птички все таскают иду я такая за дровами посмотрите кто здесь есть беглец у нас образовался беглец ты как вообще надо пойти посмотреть откуда он там дырку прорубили опять тём видел кролик бегает ну вон он смысле ты в курсе что бегает только что увидел так ловить то будем его нет так может я его приманю давай я тебя ласками уговорю тебя иди ко мне пойдешь ну ты так классно грызешь вообще такой грызун все подряд я на воле дай попробую чё это такое такое там не кормят да клеткой не кормят таким нет давай я тебя поймаю к собратьям тебя обратно отведу да подожди ты бегать то я же еще ничего не сделала давай я тебе уши твои рыжие поглажу давай иди очень заманчиво предложение скажи очень заманчиво ну иди ну иди ко мне поглажу тебя ухо левое почешу надо так надо или не надо а то сейчас уйду нет он все находит там грызет так идешь ты ко мне и кошка кошка смотрите кошка так ты чего охотиться на него надумал царапа царап ныди ко мне старый утеплитель я буду использовать повторно сложу его пока в мешок потому что очень много его здесь на квадратный метр и сверху хочу закрыть пленкой чтобы частичек этих мелких не было от минват и вот и потом естественно это все пойдет на пол в ванную на пол утепление будет системе хранения скорее все утепление не будет вот здесь принципе температура должна быть не выше плюс 6 плюс 7 градусов ну все дверь снята теперь холодно будет вальф чё вот смотри вот в дверь была да и в холод не проходил а теперь что будет вот но осталось здесь еще разобрать вот печь соорудить ну да по центру вот здесь вот ладно сейчас разбираем вот эту стенку валя пока откручивай шуруповертом там помогает мне досочки у работе он к какие классные досочки мы же их потом мы же еще глобальные планы до досочки на планы пойдут как раз ну да ну вот после демонтажа чего-либо в данном случае пристроя вот накидал сюда досок и жердей различных вы пишите что бардак у нас здесь вот они пока здесь лежат потому что из них надо вытащить гвозди шурупы рассортировать вот это делает не какой-то дядя вася это делаем и то есть до поры до времени это все естественно рассортирую ну чуть позже а так как бы ну вот пока струк допишут что у нас бардак чистенько там прям идеально все а ну да там вот смотрю всех блогеров у них нормально все чисто все по местам вот посмотрю на вас все чистенькие с макияжем да с маникюром с педикюром вот так вот раньше все я делал или все вот эти вот запенил потому что делал из того что было кое как быстро-быстро с этой стороны вот так обшито тоже жерди всякие обломки обрезки сейчас вокруг него вот такой вот красивый пристрой с пеноблока откручивать не надо вот эти петли петли они откручивать там оставить допускай уже потом прикручивать обратно я пошел отдыхать да не издеваюсь вот здесь как раз все видно заходишь из кто нам не тази сидит не выгодно так стоит 1 5 хорошо ладно матом не ругайся я тебя снимаю я шучу тему матом не ругайся я ругаюсь иногда но видимо в моем отсутствии что очень даже кстати правильно нельзя при женщинах матом ругаться в общем у нас последний дверь улетает тем лови да тема закрепил дверь нашу в общем вот такого помещенец это на считай большое просто под ванну комната здесь такая получается длина точно такая же как в нашем доме ширина верни ну и внутри нет с блоком если 2 то 6 с лишним метод здесь получается будет перегородка каркасная с утеплением вот здесь будет дальше вот но вот эта стена будет чуть-чуть глубже когда будем делать только она будет покомпактней здесь ванна комната у нас так и будет ну и ванны не будет будет душевая здесь система хранения каморка как угодно называть ее вот так что все это пока так остается мы с темой идем нужно обедать и приступим к глобальному разбору вот это вот всего потому что здесь что пол разобрать нужно сначала нужно да чтобы пол здесь вообще полная пепе это вот стенка уберется утеплить надо потому что как я уже сказал пара изоляции микрочастицы да все вот в нос у нас кстати спрашивают то что мы вот натянули вот эти вот полосы типа не ослабеет ли они и не упадет ли это все вниз я действительно не поняла это то ли сарказм то ли прикол такой какой-то это же будет это просто для того чтобы нам удобнее было сверху уклась мы это говорили в видео просто здесь еще будет набиваться пароизоляция в виде пленки 200 микрон потом это будет все подшиваться вагонкой и все то есть у него гонкой не визит вагонка бы до вагон когда вагонка получается будет здесь вот 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 этот участок система хранения наверное что-то другое я начала говорить что это же не будет находиться так на весу это все закроется еще подобьется снизу она еще вот то есть как вот поднимется немножечко на вопрос пролет большой 850 миллиметров а в идеале делать 590 чтобы утеплитель положить утеплитель тоже ну ладно на это все мы пойдем уже стем и потому что все остальное тоже будет тему другого видео здесь все глобально нужно как я и сказал чтобы разобрать вот этот пол нужно страх кстати достирала все вот это отсоединить и убрать короче в следующем видео здесь уже были чистенько ему может пытаемся что что чистенько вот этого не будет а это еще я думала ты уже в следующем видео собрался за три дня здесь уже ремонт и сделать не следующий где-то через месяц будет не такие мы шустры да ладно все всем пока всем всем пока лайки и комментарии репосты если возможно там кстати люди опять я хотела заканчивать сегодня как могу закончить люди жалуются что комментарии лайки их не добавляются но это с ютубом что-то ну youtube как всегда им там пишешь они говорят у нас все хорошо работает но на самом деле не всегда ладно всем все всем пока я для истории все фиксирую сейчас последние кадрики посмотреть как у нас было вот 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 эти легендарные жерди на которых мы два года назад посмотрите на него ты крышку не открыл мы в этом видео слишком многое ржем люди нас не поймут я что начала говорить то для истории опять таки фиксируют два года назад мы строили наш пристрой из вот таких вот журдей и из бы у досок которые вот всякие разные ну а сейчас у нас здесь стоит пеноблок и дерево с той стороны скорее всего мы так оставим дерево ладно я поняла тебе все всем пока пока пока